Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Я Бахтина Елена, по специальности врач-кушер-гинеколог. И уже больше, наверное, 15 лет я просто говорю о здоровье, реально с точки зрения здоровья. Поэтому на моем канале собралось огромное количество полезных видео, и мы со своей командой еще два раза в неделю стараемся выкладывать новые видео, чтобы вы всегда были в курсе. Поэтому подпишитесь на канал, если вы еще этого не сделали, и активируйте колокольчик, чтобы быть на наших прямых трансляциях. А сегодня я хочу ответить на вопрос, который тоже меня бесит. Что можно есть на ночь, без безопасности как-то навредить своей фигуре? Я даже не могу повторить этот вопрос, потому что он в мою картину мира не вписывается. Но я понимаю, что где-то к 8-9 часам по вашему времени у вас пик инсулина в крови, и он гонит вас повышать просмотры вашего холодильника. Поэтому давайте разберем прям всю эту концепцию, которая не вписывается в мое сознание. Это происходит по одной простой причине. Я уже говорила когда-то, вы просто кушаете не то. Вы кушаете не то целый день, и соответственно за день вы не удовлетворяете возможность организма, потребность организма себя достроить. Вы целый день кушаете не то, и соответственно за день вы разжигаете прям углеводные качели. То глюкоза высокая до небес, потом выделяется инсулин, запихивает все по клеткам, глюкоза ниже плинтуса, потом организм говорит, слушайте, что у нас глюкоза ниже плинтуса, давайте срочно заставим хозяйку поесть, хозяйка опять ест, опять высокоуглеводные продукты, потому что ими легче всего опять поднять глюкозу до небес. И вот эти углеводные качели изо дня в день, из года в год, к 60, к 70, ну ладно, к 60 годам человек попадает в состояние инсулино-резистентности, когда инсулин уже ничего не понимает, и он высокий на всякий случай. Вот просто на всякий случай инсулин, гормон высокий. И соответственно только человек что-то поел, высокий уровень инсулина, сразу пытается глюкозу позапихивать по клеткам, потому что она токсична в крови. Помните, что она делает в крови? Убивает, гликирует, засахаривает, уничтожает белки. Поэтому инсулин всегда на готове. Но клетки, они тоже, ну как бы, не лаптем деланы, они понимают, что время идет, а хозяйка перекармливает углеводами, избыток углеводов, клетка вынуждена сделать из избытка углеводов жир, отложить в эти клеточки, клеточки заполняются прям капельками жира. И клеточка, я всегда говорю, слушайте, клетка это тоже девочка. Она смотрит на себя в зеркало, боже, целлюлит, живот, как я себе не нравлюсь. И решает сесть на разгрузочный день. Или уйти на ограничительную диету. Она закрывает для инсулина всякую возможность запихнуть в клетку новую порцию глюкозы. Это называется инсулинорезистентность. Это, знаете, это такой красный флаг. Клетка выкидывает красный флаг. Эй, у меня инсулинорезистентность, я уже защищаюсь. Все, следующий шаг сахарный диабет. Если вы очень хотите проверить себя, а вы там или не там. Ну, во-первых, проверить нужно себя тем людям, у которых объем талии больше 80 для девочек, больше 94 для мальчиков, уже какой-то длительный промежуток времени. Есть 10 килограмм и более 10 килограмм лишнего веса. В течение 5-10 лет, к примеру. Вот вам уже нужно провериться на эту инсулинорезистентность, потому что она не дремлет. И я вам сейчас говорю, вот я сейчас записываю это видео, когда сегодня отменили перелеты из Европы в Соединенные Штаты Америки на месяц, что ли? На месяц. Потому что мы, видите ли, спасаемся от коронавируса. Максимум, сколько гибели было от коронавируса, 100 человек, 108 человек в день. Но это пока ситуация на сейчас, да? А от сахарного диабета тысячи в день погибают. Ребята, это не инфекционное заболевание, которое дает большую смертность, которое распространяется большими масштабами и с большей скоростью, чем коронавирусная инфекция. Ребята, мы вообще о чем? Надо своих тарелок бояться, а не человека, который чихнул в толпе рядом с вами. Каждый день мы в своих тарелках создаем смертельную опасность, от которой умирает, я так скажу, 70% населения Земли. Умирает от метаболического синдрома. А сахарный диабет это как, ну не знаю, корона метаболического синдрома. Это еще надо заслужить. Многими годами большого веса, толстой талии, высокого давления и в конечном итоге присоединяется сахарный диабет. Все, ну как бы, все логично. Так что можно безопасно есть на ночь? Чем можно пожракать на ночь? Еще раз говорю, если вы думали над своим завтраком, дали себе корректный обед без перегруза по углеводам и сформировали корректный ужин без перегруза по углеводам с достойным количеством белка, который и чувство насыщения вам даст и построит ваше тело, вы не захотите перегрызть чего-нибудь на ночь. Не сразу, а где-то через 2-4-6 недель после того, как вы сделаете все необходимое для остановки углеводных качелей. То есть наша самая главная задача – остановить углеводные качели. Как их установить? Да хватит есть крахмалы, ребят, хватит. Я даже разрешаю сладости есть, но крахмалы не разрешаю. Нет, сладости я тоже не разрешаю есть, но просто по сладостям у нас есть какой-то стоп-сигнал. Ну никакая уважающая себя женщина не съест 300 грамм тортика. Ну как бы, ну попробовала и отошла, все-таки. А по крахмалам это просто беспредел. Если это пицца, то 400 грамм. Если это суши, то все, что принесли. Если это плов, то так, чтобы назад полезло. Понимаете? Так что эти люди, которые имеют расшатанный углеводный обмен, едят поначалу? Они едят фрукты. Ну это же натуральненько. Это же натуральненько. Килограмм, я сама иногда бывает грешу. Килограмм мандаринчиков – это гарантированно жир на боках. И это не вы хотите мандаринов. Это ваш расшатанный углеводный обмен хочет мандаринов. Поэтому я прям с мандаринов спрыгиваю на что-то менее углеводное. Помело называется. Не такое сладкое, но такое же сочное. Оно практически водянистое. Ну тоже углеводный продукт. Вот думаю, ну не хочется мне между завтраком и обедом помело есть. Ну не хочется. Хочется именно на ночь. Но в целом, вот посмотрите, мне же можно, да? Все так говорят. В целом мне можно. Но да, действительно можно, потому что я не ем ничего. Зато я крахмалов не ем, понимаете? Вот я крахмалов точно не ем. Одна девушка... Было какое-то большое мероприятие. Она ко мне подходит. Вот, и я была спикером на этом мероприятии. Она говорит, позвольте я вас угощу пирожком. Я сама его пекла. Это моего производства. А я понимаю, что я должна принять, но это, знаете, от чистого, от чистого сердца. От большого сердца она мне так говорит. А я ей говорю, ой, сори, я не ем пирожки. Как? Совсем? Совсем не ем пирожки. Потому что точно знаю, это крахмалы. Вот мне точно нельзя. Сразу целлюлитом начинаешь покрываться. Зачем? Если без целлюлита, любое платье сидит. А с целлюлитом уже думаешь, так, здесь просвечивает, тут не так. Ну зачем, девочки? Зачем ходить в дурных, некрасивых платьях? Тогда, когда можно ходить в самых сексуальных, самых крутых платьях. Ну это же очень круто. Откажитесь вы от этих крахмалистых углеводов. Все. На ночь мы фрукты не едим. Ну, я хотела сказать, что же можно безопасно похоряться на ночь. Ну что можно? Можно горсточку орешков. Потому что там содержится белок, качественный растительный белок. Углеводы тоже есть. Достаточно большое количество углеводов, но они не крахмалистые. И они в кровь в виде глюкозы не пойдут. Соответственно, жирики новые из этой лишней глюкозы не сделают. Потому что это не лишняя будет глюкоза. А сколько можно орешков? Есть девочки, которым я разрешила есть орешки, и они сразу наели 4 килограмма. У меня 2 таких девочки. Вот она смотрит сериал и кушает орешки, и кушает эти орешки. Пока 200 грамм не сидит. Нет, нет и нет. Берете свою ручку, залазите в орешки. И сколько вы вытащите орешков, все, что осыпалось, не ваше. А все, что в вашем кулачке, это 25 грамм. Вот это вот можете съесть. Заморить червячка. Что еще можно сделать? Можно сделать себе овощной салат. Я люблю греческий салат. Если меня пробивает на аппетит именно ночью, это самое лучшее решение. Сделать себе миску греческого салата, помидорчики, огурчики, оливки, что там, лучок можно положить. И может быть чуть-чуть брынзы. Брынза это высокобелковый продукт. И вы получите хорошее чувство насыщения. Не хотите вы с салатом работать, просто помидорчик, огурчик скушайте. Это безопаснее, чем если бы вы съели фрукты. Потому что в помидорчиках, огурчиках, ну там совсем чуть-чуть углеводов, и они все не крахмалистые. Что еще можно? Можно, в принципе, выпить чаек. Самый опасный прием пищи это чай. Потому что к чаю идут булки, идут какие-то лаваши, приготовленные в микроволновке. С нормальным сыром, да? Нет, я ем только сыр, конечно. Но просто я его в лаваш заворачиваю, а так в целом только сыр ем. И так далее. Но вот вы приготовьте себе этот чай, желательно не сладкий, да? Вот, и кусочек, и кусочек сыра. Пусть это будет сулугуни. Сулугуни моментально скажет вашему аппетиту, чтобы он угомонился. Не будет у вас этого аппетита. Ну я, например, не ем не сладкий, не пью не сладкий чай. Мне вообще, я вообще чай не понимаю, по большому счету. Поэтому я подслащиваю все-таки стевий. Из всех сахарозаменителей стевия, это натуральная вещь, извлекается из травки, которая имеет соответствующее название стевия. И это очень полезно для микрофлора ротовой полости и для вашей поджелудочной железы. И это не вызывает повышение уровня глюкозы в крови и, соответственно, инсулина. Это очень ценно. Что еще можно подъесть на ночь? Так, овощи есть, небольшой кусочек сырика есть, может быть, орешков чуть-чуть есть, только орешки, пожалуйста, без сухофруктов. Потому что сухофрукты, ну ладно, вы можете себе там 2-3 сухофруктины позволить, но не килограмм. Ребят, ну там тоже очень много углеводов. И, конечно, понимаю правильно еда, но давайте думать мозгами. Все, что содержит углеводы, мы на это смотрим косо, максимально косо. Но пока вы не отдали лишние жирики со своего тела, вообще лучше это не использовать. Когда отдадите, сами не захотите, потому что меняются вкусовые приоритеты. И жить в красивом теле, это круто. Я пробовала жить в некрасивом теле, вот, а потом жить в красивом теле, в некрасивое возвращаться не хочется. Хочется, вообще не хочется. Поэтому попробуйте. Я понимаю, я вам мало дала, да? Можно еще капусты пожевать. В общем, делайте, что хотите. Но я вас уверяю, я вас уверяю, если вы правильно построили завтрак, обед и ужин, то ночные дожоры от вас отвянут, отстанут точно. Как сформировать завтрак, обед и ужин? Знаете, что я написала книгу «Старости нет» или «Как оставить своего доктора без работы?» Кто ее еще не читал, в описании под этим видео кликните, пожалуйста, и закажите себе эту книгу. Это не просто книга, это книга-тренинг. Я еще 100 дней буду вас сопровождать письмами, и вы еще попадете в чат поддержки для владельцев книги. Это очень ценно, потому что считайте это пожизненное сопровождение. То есть я каждое утро просыпаюсь, отвечая на вопросы. И бывает, конечно, раз в месяц пропущу, но потом все равно за два дня отвечу на вопросы. Это прямой доступ к информации. Более того, в этом чате такое большое количество людей, которые уже в концепции, глубоко, серьезно, надолго, которые уже привели себя в порядок, они мне тоже помогают отвечать на вопросы. Это беспрецедентно. И там вторая глава называется «Расчет рациона». И вы рассчитаете свой личный рацион. Я знаю, я знаю, вы думаете, вы правильно питаетесь. Я в курсе, да? Я для вас написала эту книгу. И потом пересчитаете этот рацион уже с новым видением по белкам и по углеводам. И будет вам счастье. Я серьезно говорю. Потому что за три месяца, что я вас вообще сопровождаю, сопровождаю, люди теряют 10 килограмм веса и 10 килограмм в талии. Ну, самые такие завзятые люди. Может, у вас больше получится, может, у вас меньше получится. Я не знаю. Но что больше, мне такие вопросы не задавали. Чем можно безопасно перекусить на ночь? Ну, и еще последнее проветривание на тему, когда есть последний раз. Смотрите, если вы нормально поужинали, через два часа у вас уже будет пустой желудок. Нормальный – это кусок белкового продукта, высокобелкового, которым вы действительно накушаетесь, и пол ведра салата. Вот так вы покушали, и где-то через два часа у вас уже будет пустой желудок. Но вы еще будете не голодны. И вот в это время вы можете ложиться спать. Если у вас есть нарушение углеводного обмена, инсулинорезистентность, сахарный диабет, кушайте за три часа до отхода до сна, или даже за четыре часа. Мы работаем с девочками глюкометром, с девочками, у которых сахарный диабет. И они говорят, чем раньше я покушала, тем лучше у меня утренние сахара завтра. Понимаете? Это очень ценно, нереально, беспрецедентно. И еще очень правильно делают те люди, которые последний раз едят все-таки в 18.00 и ложатся спать сегодня. Они в 6 поели, в 9 они в кроватке, в 10 они уже спят. Вот так. Но если вы в 6 поели, а спать ложитесь в час ночи, ребята, вам организм 6-7 часового перерыва не простит. И погонят вас повышать просмотры холодильника, опять ночной дожор. Даже если вы абсолютно правильно питались в течение дня. Надеюсь, была вам полезна. Помните там про колокольчик, про подписаться. Вот. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok